Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Лина Зинатулина и о картине дня. Шестеро детей отравились антисептиком. ЧП произошло в социальном приюте для детей и подростков Надежда Мамадыша. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Дети находятся в больнице. По предварительным данным, две девочки и четыре мальчика разбавили водой антисептик, стоявший на входе, и выпили. Куда смотрела администрация приюта? В каком состоянии сейчас подростки? Об этом в нашем репортаже. Все произошло в этом приюте 7 ноября. Как установили следователи, две девочки и четыре мальчика взяли, стоявший на входе в приют, флакон с антисептиком, разбавили водой и выпили. Вечером в скорую помощь поступил звонок. Подросткам 14-15 лет стало плохо и госпитализировали в ЦРВ Мамадыша с диагнозом отравлений средствами местного применения. Поднято в реанимационное отделение трое детей и подростков. Четвертого, пятого и седьмого года. После оказания медицинской помощи дети переведены в детское отделение в стабильном состоянии. Жизни ничего не угрожает. Использование антисептика внутрь представляет большую опасность для здоровья человека. Эта разновидность спирта неотвратимо действует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаза. В случае мамадышских подростков действие антисептика было ослаблено из-за воды, которым его разбавили. Следственный комитет Атарстана возбудил уголовное дело по 238-й статье. Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вопросы возникли к администрации приюта. Следствие полагает, что отравление стало возможным ввиду недалежащего контроля работников учреждения за антисептиком. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура Мамадышского района также организовала проверку. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль республиканской прокуратуры. Похожий инцидент произошел 24 июня в детском лагере «Чайка». Там дети в возрасте 10-13 лет выпили антисептик и отравились. Тогда в дело вмешалась прокуратура, пока официально виновные лица не названы. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Файл Шихудинов, ТНВ Мамадыш. Сегодня в Татарстане новый антирекорд по количеству заболевших ковид. 252 случая за последние сутки, 46 человек госпитализированы. Большинство заболевших из Казани, набережных Челнов, Чистопольского, Бугульминского и Нижнекамского районов. По стране инфицированных более 39 тысяч. Сегодня же ковид установил еще один антирекорд. Вирус унес жизни 1211 россиян. 9 из них татарстанцы, это пятеро мужчин и 4 женщины. За сутки в республике привились более 18 тысяч человек. Сегодня на предприятиях и в организациях республики начали отстранять от работы или переводить на дистанционку сотрудников, которые не сделали первый компонент вакцины от коронавируса. Таковы требования Роспотребнадзора. Ведомство заранее предупреждало, проверки будут масштабные и начнутся с 10 ноября. Работодателям в случае нарушения постановления грозят большие штрафы от 50 до 500 тысяч рублей. Юлия Гоголева сегодня проехала по некоторым организациям и проверила, все ли соблюдают новые правила. Здравствуйте, у вас персонал отсюда заходит и проверяете ли вы у них QR-коды? Да, конечно, но вначале нужно проверить ваши QR-коды, а потом уже мы поговорим о персонале. Вот, пожалуйста, мой QR-код. Это специальный вход в центр Южный, по которому на работу проходит администрация и персонал. До сегодняшнего дня попасть на рабочее место можно было без QR-кода. Таких сотрудников мы заносили в список и указывали, у кого одна прививка, у кого ничего нет. Теперь пропускаем только тех, у кого есть первая прививка хотя бы. По словам охраны, сегодня без прививки не прошел ни один сотрудник. Мы решили проверить это и прогулялись по торговому центру. Вы вакцинированы? Да, вакцинировалась. Какой вакциной вы прививались, как перенесли? Шпотник ВИИ. Ну, конечно, а зно было, температура. В магазине работает 4 человека. Мы продаем женскую одежду. Наши сотрудники все вакцинировались. Вот когда все это началось. Только в этом торговом центре работает более 2000 человек. Административный персонал вакцинирован на 100%. Все остальные, это продавцы, консультанты, охрана, на начало месяца были привиты на 85%. И данные постоянно обновляются. Судьбу тех, кто категорически против прививки, решает работодатель. Но в любом случае, дальше проходной они не пройдут. Таковы требования Роспотребнадзора. Мы непосредственно мониторим ежедневно. То есть у меня здесь список, который мне предоставляется сотрудниками охраны на ежедневной основе о количестве арендаторов, которые не привиты. И мы непосредственно уже в индивидуальном диалоге работаем с каждым арендатором. То есть наша задача обеспечить, конечно же, стопроцентную вакцинацию. Приджистики. Это управление соцзащиты Альметьевского района. Тех, кто решил просочиться на рабочее место без QR-кода, сегодня здесь тоже нет. Привились все из 170 сотрудников. Все они прошли вакцинацию. И со вторым компонентом уже. Колеблющиеся были, но в виде ситуации, в виде нарастания вот этой угрозы, в виде с каким количеством людей нам приходится общаться, работать, вакцинацию прошли все. Большой процент непривитых, около четверти сотрудников, сегодня в сфере образования в школах и детсадах. Только в Нижнекамске от прививки отказались 13 учителей. В 86-м садике уже отстранили одного работника, охранника. На отстранении на сегодняшний день стоят 37 человек. Это три педагога и в другом доме, конечно, обслуживающий персонал. Я хочу доверить всех родителей, что никаких закрытий детских садов и закрытий групп по данному поводу не предполагается. В вузах ситуация чуть лучше. В КНИТУ КАИ не вакцинировано 12% преподавателей и персонала. Пропуска антипрививочникам, а есть среди них и люди 60+, пока не заблокировали, но каждого знают в лицо. Некоторых уже перевели на дистант. Привитых сотрудников у нас в университете первым компонентом 88%, вторым компонентом 82%. В этом плане, наверное, университетскому сообществу немного проще, потому что многие преподаватели уже в прошедшую пандемию в 2020 году приспособились к ведению образовательной деятельности с учетом дистанционных технологий. Студенты КАИ на сегодня привиты лишь на треть. QR-коды у них пока не требуют ни на лекциях, ни в общежитиях. Юристы вуза и сейчас изучают опыт Московского педагогического университета, который одним из первых в стране вел обязательную вакцинацию для своих студентов. Тем временем в Роспотребнадзоре напоминают, масштабные проверки на предприятиях начнутся уже завтра. Непривитых сотрудников работодатель должен отстранить от работы без сохранения заработной платы или перевести на дистанционный режим. Юлия Гоглева, Игорь Романов, Ирик Хабибуллин, Евгений Лызаев, ТНВ, Татарстан. В Нижнекамском городском суде сегодня рассматривали административное дело в отношении челнинских блогеров, так называемых антиваксеров. На минувшей неделе молодой человек и две девушки под крики «Проходите, мы тут власть!» пропускали посетителей в торговый центр Нижнекамска без предъявления QR-кодов. Такими же акциями, ранее уже привлекавшиеся к ответственности, отметились в набережных Челнахо-Елабуге. На блогеров завели административное дело за самоуправство. Допуск по QR-кодам в торговые комплексы – это пункт постановления правительства, который эти челнинцы игнорировали сами и призывали других. В зал заседания некоторые фигуранты дела сегодня не попали, отказавшись надеть маски. Но слушание все же состоялось. По ходатайству подсудимых суд перенес рассмотрение дела в набережные Челны. Туда блогеры обещали явиться со средствами защиты. Кто-то даже собирается надеть противогаз. В набережной Челнинском суде сегодня прошло заседание по делу депутата горсовета Татьяны Гурьевой. Как следует из материалов, 30 октября в местном парке прошел несанкционированный пикет с участием лидера местного отделения коммунистов России Татьяны Гурьевой. Они проигнорировали требования полиции прекратить мероприятие. Как заявила перед слушанием сама депутат, якобы городской исполком, за день до акции отозвал разрешение, сославшись на антиковидное ограничение. Несмотря на это, люди пришли в парк. Татьяна Гурьева, по ее словам, пришла туда, чтобы сообщить собравшимся об отмене пикета. Однако правоохранительные органы расценили это как нарушение закона. Гурьевой, как организатору пикета, грозит штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест до 10 суток. Ровно три недели осталось, чтобы заплатить имущественные налоги. До 1 декабря татарстанцев за владение жильем, землей и транспортом ждут поступления более 8 миллиардов рублей. Но сегодня по счетам расплатилась лишь треть налогоплательщиков. Беспокоит ли эта динамика налоговую службу и как пандемия и QR-коды повлияли на способы оплаты, узнал Дмитрий Аринин. Пока по старинке удобнее. Так уж привыкли. Чтобы заплатить налоги за квартиру и земельный участок, жительница Казани Фарида Галимова по привычке пришла в налоговую инспекцию. И здесь QR-код не нужен. Как говорит женщина, заплатил налоги и спи спокойно. Это же потом как-то пение уже нарастает, побольше приходится платить. Спокойнее, вовремя заплатила, избавился. Еще одна жительница Казани Лейсангатина пришла в инспекцию, чтобы оформить личный кабинет на сайте налоговой службы для своей несовершеннолетней дочери. Вся семья уже привыкла платить через интернет. В личном кабинете все заплатили мы уже. Очень удобно, никаких сложностей не было. Как отмечают в налоговой, с началом пандемии дистанционная оплата с помощью электронных сервисов стала набирать популярность. Личный кабинет ФНС оформили около миллиона татарстанцев. Для этого нужно с паспортом прийти в любую налоговую инспекцию и получить регистрационную карту. Можно создать личный кабинет онлайн, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг России. Отметим, что на портале Госуслуг отражается только просроченная задолженность, то есть пене. Текущая сумма имущественных налогов приходит домой письмом или электронным уведомлением в личный кабинет сайта ФНС. Имея на руках квитанцию, ее также можно оплатить через мобильные приложения банков. Если у кого-то возникли сложности с личным кабинетом или уведомление не пришло, необходим очный визит. Если до 1 ноября не получили налоговую уведомление по почте, необходимо обратиться либо в любую налоговую инспекцию, либо в любое отделение МФЦ за получением налоговую уведомления. Есть несколько жизненных ситуаций, когда налоговую уведомление просто не направляется налогоплательщику. Например, если у него была переплата по налогам, и эта переплата перекрыла начисление за 2020 год. Если сумма начисления меньше 100 рублей, в этом случае также налоговую уведомление не формируется. И третий случай, когда налогоплательщик полностью освобожден от уплаты имущественных налогов. В Татарстане более 2 миллионов налогоплательщиков. В этом году за владение жильем, землей и транспортом от них ждут около 8 миллиардов рублей. На сегодня расплатились только треть жителей. В случае просрочки грозят пени. Также за долги могут арестовать машину. Так, общий долг прошлых лет составляет около 2 миллиардов рублей. Может быть, это наша ментальность, значит, и время еще есть, значит, заплачу. Может быть, это связано с определенными финансовыми трудностями каждого налогоплательщика. Сегодня еще время достаточное количество есть, поэтому вам еще раз обращаюсь к вам. Будьте добры, пожалуйста, эту информацию доведите, чтобы потом машину никого не арестовывали. Заплатить налоги нужно до 1 декабря. Средства от транспортного налога полностью пойдут в бюджет республики. А налог на имущество и землю в местную муниципальную казну. Дмитрий Айрин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Президент Татарстана сегодня в Москве принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России. Обсуждали развитие агломераций, в том числе и в Татарстане. Кроме этого, избрали новых членов. И председателем наблюдательного совета им стал вице-премьер Марат Хуснулин. Рустам Мениханов на заседании рассказал, в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года определены три агломерации. Казанская, Камская и Альметьевская. И это основные центры экономического развития республики. Альметьевской агломерации до недавнего времени не было в перечне агломераций субъектов страны. Сегодня на заседании совета прозвучало предложение его расширить. И сегодня в Москве Рустам Мениханов встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Обсуждали вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса республики и перспективы дальнейшего развития. Президент Татарстана и министр энергетики России также рассмотрели вопрос целесообразности повышения уровня наполнения Нижнекамского водохранилища для увеличения загрузки Нижнекамской гидроэлектростанции. Николай Шульгинов напомнил, главная задача обеспечения надежного электроснабжения потребителей Татарстана, особенно в период прохождения пиковых нагрузок в осенне-зимний период. В Казани приступили к строительству двух подземных тоннелей Вознесенского тракта, 4 километра путей, сотни единиц техники и 12 миллиардов на работы. Автомобильная трасса должна помочь улучшить транспортную ситуацию в советском районе столицы и дать возможность за минимальное время попасть из центра города на трассу М7. Дорога станет дублером Мамадышского тракта. Рамиль Галиулин с места большой стройки. Работа здесь не прекращается с утра и до позднего вечера. Это один из самых масштабных дорожных проектов Казани за последние годы. Строительство первого этапа Вознесенского тракта. Самосвалы, краны, бульдозеры и экскаваторы. Ежедневно на объекте работает 130 единиц техники и почти 300 человек. Вот так сейчас выглядит пересечение Вознесенского тракта с проспектом Победы. А так оно будет выглядеть уже через два года. Как видим, согласно проекту будут проложены две проезжие части по три полосы движения в каждую сторону. Общая длина первого этапа составит почти 4 километра. Вознесенский тракт – это два участка, которые будут сдаваться поэтапно. Первый – от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Дорога должна разгрузить Мамадышский тракт, который в часы пик задыхается от пробок. В мэрии говорят, этот проект назрел давно. На глобальное обновление дорожной сети выделено больше 12 миллиардов рублей. Мамадышский тракт проектировался там, ну, тоже, наверное, полвека тому назад. И в примыкании к дорогам нет виадуков, нет тоннелей. Отсюда до Мамадышского тракта, до выезда на Камазовскую трассу будет, ну, 7 минут дороги. И это серьезно разгрузит не только сам Мамадышский тракт, выезд на Камазовскую дорогу, но и ситуацию с Алмачами, Привольным, Вишневка. Сейчас рабочие приступили к строительству тоннеля под проспектом Победы. Кроме этого, в рамках первого этапа будут построены три подземных пешеходных перехода и один мост через трамвайные пути. С начала строительства, с начала этого года были вынесены практически все инженерные коммуникации и ведется работа по изъятию, по выкупу земельных участков, которые попадают в створ строительства этой дороги. Уже сейчас есть большие планы по развитию прилегающих территорий. На маршруте построят 11 жилых комплексов, коммерческие объекты и многое другое. Это даст импульс к развитию всего советского района, отмечает мэр. Здесь будет 40 тысяч жителей. Это будет красивый современный микрорайон с социальной инфраструктурой. И на 40 тысяч жителей, вот на этот микрорайон будет 36 гектар парков, скверк и зеленых насаждений. То есть мы уже проектируем параллельно, понимая о том, какая комфортная среда будет у жителей. Открыть в первую очередь Вознесенского тракта должны в 2023 году. Второй этап от проспекта Победы и до трассы М-7 на стадии проектирования. Рамиль Галиулин, Мара Зайдулин, ТНВ, Казань. Госдума сегодня в первом чтении приняла закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Все детали читайте в интернет-газете «Реальное время». В Казани открылась уникальная выставка с озвученным названием «Белая роза». Посвящена она подвигу студентов Мюнхенского университета. В годы Второй мировой они распространяли в городах Германии листовки с призывом к сопротивлению фашизму. Что объединяет героев студентов и Мусу Джалиля? Почему тексты листовок против нацизма сегодня приравнены к немецкой литературной классике? Алия Харудинова все увидела. Увидев эту фотографию, каждый, ну, по крайней мере, в Европе человек скажет, это «Белая роза», это «Мюнхен», это «Листовки». На фото Ганс и Софи Шоль Виллиграф, и можно заметить плечо Александра Шмарель. Наш соотечественник из Оренбурга, сын русской и немцев, в 42-м учился в Мюнхене на врача. На фото момент прощания на вокзале. Их отправляют на Восточный фронт с санитарами. Тогда каждого из них крепко связала «Белая роза» – студенческая оппозиция против гитлеровского режима. Название было выбрано по роману известного антивоенного писателя Бруно Травена. Эта отправка была особой для Александра Шмарель. Он ехал туда с неким восторженным чувством, что он наконец-то увидит Россию, свою родину. Это совершенно невероятное такое ощущение для молодого человека, который посылают на войну, на фронт, и он понимает, что это такое. Игорь Храмов посвятил изучению «Белой розы» несколько десятилетий. Сегодня о подвиге студентов Мюнхена снимают фильмы, пишут книги, а выставку «Белая роза» уже увидели в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске и других городах. Мюнхенский университет – это старая фотография. Именно бульвар рядом с Мюнхенским университетом тянул к себе и Александра Девятаева в 2015-м. Тогда он работал над книгой о подвиге своего отца – героя Советского Союза. Что-то меня тянуло, я сидел там. Просто сидел, смотрел на вот эту молодежь, и я тогда просто не знал о том, что... Ну, то есть я видел что-то там, что-то вроде памятника. Вдруг выяснилось, что это то самое место, которое считается памятным для этих людей. Символично, что выставка «Белая роза» проходит в национальной библиотеке. Именно печатным словом ровно год пять студентов и один профессор будоражили немецкие умы. И никто не мог понять, кто же так яро выступает против нацизма. Тогда в Мюнхене их защитить не смогли. Но сегодня их подвиг помнят и о нем говорят. Сегодня шесть листовок «Белой розы» приравнивают к немецкой классике. В них герои-студенты осуждали нацизм и обращались к интеллигенции. Конечно, вот эти истории, то, что сейчас Германия это понимает и продолжается по-прежнему покаяние. И это доносит и до жителей планеты, что фашизм – это беда. Смотрите, сколько сейчас уже доброго помысла это движение к миру. Фашизм – это не национальность, это идеология. И какая она разрушительная, вот на этой выставке видно. И, конечно, она рассказывает, что даже в самой Германии были юные ее граждане, которые организовывали сопротивление и этой идеологии. Авторы экспозиции поведают не только о подвиге команды «Белой розы», но и о подвиге Мусы Джалиля. Его и активистов студдвижения тогда приговорили к смертной казни по одной статье. Майбитские тетради Джалиля автор выставки Игорь Храмов переиздал на собственные средства. Сборник на татарском, русском, немецком и английском языках. Их сегодня презентовали гостям выставки. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Пять дней осталось до окончания всероссийской переписи населения. В юридическую службу при исполкоме Всемирного конгресса «Татар» поступило более 200 обращений из разных регионов России по нарушениям во время переписи. Наибольшее количество жалоб из Цюмени, Ульяновска, Сахалина и Республики Башкортостан. Чаще всего переписчики не задают вопросы о национальности и родном языке и иногда вписывают данные не в планшет, а в блокнот. Есть и факты административного давления. Прокомментировать ситуацию мы попросили Раиля Фахрудинова, заведующего кафедрой Института международных отношений к ФОУ. Раил Равилович, здравствуйте. Здравствуйте. Перепись населения вышла на финишную прямую. И на минувшей неделе стало известно о том, что вовсе российский конгресс «Татар» поступает немало обращений от «Татар» из других регионов. Жалобы на разные темы. Это и незаполнение графа национальности, родного языка. Были и моменты административного давления. Была ли такая ситуация ожидаемой? Она была ожидаема, но, к моему сожалению, не настолько. Вот насколько я знаю, более 300 жалоб. Это достаточно много. И надо учитывать то, что не все жалуются. Некоторые просто об этом и не звонят, и не говорят. Но, к сожалению, ситуация такая, что во время предыдущих переписей населения столько жалоб не было. Эта перепись населения, наверное, для нас запомнится тем, что очень много жалоб из разных регионов Российской Федерации. Ну, мы знаем, что чаще всего жалобы поступают из Башкирии, Тюменской, Ульяновской областей. Вот совпали ли прогнозы по регионам? По регионам оно, в принципе, наверное, ожидалось, что из этих. Вот для меня несколько Ульяновцев, конечно, остается некой такой загадкой. Да, в соседней республике ситуация, она в последние годы, которые были как бы предтечей к этой переписи, они были, была непростая. В Астраханской области была непростая. Не очень простая ситуация в Сибири. Неожиданно для меня и на Дальнем Востоке возникли какие-то сложности. Ну, жалоб много. Перепись завершается 14 ноября. Что вы ожидаете от последней недели? Все-таки жалоб. Если я скажу, что их совсем не будет, я слукавлю. Но, надеюсь, что их будет намного меньше. Что можете посоветовать татарам в регионах, чтобы избежать нарушений? С целями минимизировать количество жалоб, нарушений. Все-таки татарам, наверное, надо участвовать в переписи через все-таки госуслуги. Перепись через госуслуги, она именно минимизирует количество нарушений. И там ты свободно можешь отвечать на все вопросы сам. Ведь в основном жалобы почему бывают? Потому что те люди, которые проводят перепись населения, опросники, они заполняют сами. И зачастую на свое усмотрение. И часто бывает так, что те, кого опрашивают, они просто не могут повлиять на качество этого вопроса. Раиль Равилович, спасибо вам за беседу. До свидания. Сегодня свой день рождения празднует детский телеканал Шаян-ТВ. Три года назад при поддержке президента Татарстана начал свое вещание первый детский телеканал на татарском языке. Сегодня это более 20 оригинальных образовательных программ, игровые шоу, ТВ-баттлы. На татарский язык приведены более 10 тысяч лучших документальных фильмов, сериалов и мультфильмов. Их могут смотреть и дети со всего мира через сайт телеканала. С днем рождения наших маленьких коллег поздравила Лея Харудинова. Ровно три года назад на свет появился первый и единственный детский канал, который вещает на татарском языке. Его главные герои – озорной мальчик Шаян. Привет! И примерная во всем девочка Биби. В начале пути их было ровно 10. За три года стало в 10 раз больше. На протяжении трех лет круглосуточно мы создаем лучший контент на татарском языке. И наше будущее нас только радует. Ведь у нас подрастают такие хорошие дети. У нас отличная команда. Когда мы только начинали Шаян ТВ, у нас работали 10 детей. Сейчас нас уже больше сотни. У нас есть ведущие, блогеры, школа переводчиков, фабрика тиктокеров. Я очень рад, поэтому у них стоит огромная задача – это наращивать свою аудиторию. И сделать так, чтобы этот канал стал домашней няней для тысяч татарских семей, которые живут сегодня в России. Вот и главная задача – войти в каждый дом. Сегодня Шаян ТВ – это более 20 оригинальных образовательных развивающих программ. За три года на татарский язык канал перевел более 10 тысяч фильмов и мультфильмов. Конкурсы «Бала Шахжира», «Минто Тарбаласа», «Фестиваль Сейлян» на одной сцене объединили тысячи детей и стали основой для сохранения и развития татарского языка. Фестиваль «Сейлян» уже третий год, который проходит, 1100 заявлений от детей. Вот эти 1100 надо умножить минимум на 10. А если учесть аудиторию самого телеканала «Шаян», это миллионная аудитория. «Шаян»! Десятый раз пускай телевизор! На сцене сегодня хозяева Шаян ТВ – дети. Они говорят, поют и мыслят на татарском. Сегодня для многих дебют – выступление с именитыми артистами. Каналу хочу сказать спасибо огромное. Он для меня открыл очень много возможностей. У нас такого уж, конечно же, не было. Таких возможностей, такой поддержки. За три года канал стал победителем конкурса «Карусель», дважды финалистом «Тэффи Китс» в 2020 и в 2021 победителем всероссийского конкурса «Многоликая Россия» и многих других. Организаторы говорят – не это главное. Главное – за три года у них получилось завоевать любовь и признание маленьких телезрителей. Алияха Ирудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Холодильник с технологией Full No Frost от компании Posis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. «Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь?» «Теперь у нас и здесь телевизор!» Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! С 1 по 30 ноября в сети медицинских центров здоровья семьи действует акция «Здоровье школьника и дошкольника. Профилактика дефицитных состояний». Звоните. 843-204-2700. Кодовое слово для скидки – каникулы. Семейная ипотека. Всего 0,55% на квартиры в Казани. А так барс дом. Звоните. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но банкротцентр поможет списать долги. Защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Здравствуйте! Ноябрь продолжает раскачивать погодные качели и вовсю готовит нас к зиме. По данным сервиса Яндекс.Погода в среду на юго-востоке в Бугульне, Бавлах, Ознакаево. Ночью местами снег, днём осадки прекратятся, подморозят до минус двух. Ночью небольшие осадки пройдут и в Нижнекамске, и в Набережных Челнах, и Елабуге. Днём же с ростом атмосферного давления прояснится, температура понизится. На дорогах гололедится, будьте внимательны и осторожны. В Агрызе, Меделевске, Октаныши ночью облачно, а местами снег. Днём ясно, сухо и морозно. Холода подбираются всё быстрее, зима близко. Одевайтесь теплее, берегите своё здоровье. В Арске, Кукмаре, Болтаси. Днём ожидается первое заморозки. Столбики термометров опустятся до минус трёх. Без осадков гололёд и усиление ветра. На юго-западе, в Болгаре, в Држаном, Буинске прогнозируются осадки в ночное время. А днём ясно и два градуса ниже нуля. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши облачно ночью. А днём, под влиянием антициклона, осадки прекратятся, а температура понизится. В последующие дни ночная температура станет ещё ниже. Ветер будет по-прежнему порывистым. Гиделикс. Капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьёй. Гиделикс. Облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберёт? Все лайки. А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает. Пора начать лечение в Доктор Ост. С помощью новейших технологий Доктор Ост создаёт условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходят боль и скованность движений. Доктор Ост. Лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост. Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Ночи в Казани ожидается облачная погода и снег, а днём ясно и без осадков. Ночью около 2 градусов ниже нуля, а к вечеру температура понизится до минус 4. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Атмосферное давление выше нормы. 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах кололедится. Будьте предельно внимательны и осторожны. О погоде всё. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова